Денис не привык сидеть в четырех стенах, почти каждый день на тренировках. Молодой человек неоднократный призер соревнований областных, дальневосточных и российских. В город выезжает на специальном автобусе. Своего автомобиля нет, но знаком с проблемами с парковкой, особенно в зимнее время. Если даже место парковочное для инвалидов есть, то отсутствует дорожный знак. Необходимо делать не один знак, во-первых. Во-вторых, знак должен быть заметен при любой погоде. А в-третьих, очистка этого места парковочного должно быть таким же обычным, как дорогу перед парковкой почистить. Не знаю, как саму парковку. В понедельник городская прокуратура совместно с инспекцией дорожного надзора провела рейд по нескольким торговым центрам. По закону для транспорта со знаком «инвалид» необходимо выделить 10% от всей площади парковки. И обязательно обозначить места специальными знаками. Проверка показала, что на стоянках не везде установлены дорожные знаки. А где-то и вовсе отсутствуют парковочные зоны для автотранспорта инвалидов. В районе торгового центра «Новый континент», который обследуем, отсутствуют обозначенные места для парковки маломобильных граждан, то есть инвалидов, обозначенные дорожными знаками и, соответственно, дорожной разметкой в тёплый период времени. Есть и другая проблема у водителей-инвалидов. Место обустроено по всем правилам, есть и разметки, и знаки, но оно чаще всего бывает занято другими водителями. Возможный штраф в 5000 рублей их не пугает. Да и местным охранникам не всегда удается пресечь действия нарушителей. А почему бы и нет? Они же не вот, пожалуйста, вон инвалидное место. Можно? Я думаю, что допустить-то можно. Мы же не каждый день ездим по магазинам, правильно? А что делать? У нас жизнь такая. Быстрее, быстрее. Вот и получается, что доступ ко многим объектам для людей с ограниченными возможностями здоровья становится тяжёлым испытанием. По каждому выявленному нарушению в прокуратуре города будет принято соответствующие меры прокурорского реагирования, о результатах рассмотрения которых будет сообщено дополнительно в средствах массовой информации. В ближайших планах прокуратуры рейд по устройству пандусов, входных зон, социальных учреждений и мест отдыха.